Привет! Ты на канале Техноарена, и сейчас я расскажу тебе о 7 лучших планшетах Samsung. На первое место встает Galaxy Tab S9, лучшая модель по сочетанию цены и характеристик. Она предлагает очень качественный 11-дюймовый AMOLED-экран с разрешением 2560 на 1600 пикселей, 8 ГБ оперативной памяти и накопителем на 128 ГБ. Глядя на такой экран, непременно захочется поиграть в игры, и это можно сделать с большим удовольствием, ведь в S9 установлен тот же самый Snapdragon 8 Gen 2, что позволит гонять во все современные игры на недурственных настройках графики. На этом планшете хочется не только потреблять контент, но и создавать его, на что и намекает углубление на задней части в виде стилуса S Pen. Также к планшету можно подключить клавиатуру, и тогда отличить его от ноутбука станет не самой простой задачей. И стоит такое удовольствие весьма умеренных денег – 35 тысяч рублей. Заглянув в описание под видео, ты сможешь найти ссылки на самые интересные планшеты и приобрести их по лучшим ценам в проверенных магазинах. Переходи по ссылкам и ищи промокоды для еще более выгодных покупок. Нет, это не кто-то оторвал дисплей от ноутбука, это топовый планшет от Samsung Galaxy Tab S9 Ultra. И если ты хочешь максимум на все бабки, то это определенно твой выбор. Его экран имеет диагональ 14,6 дюйма, с потрясающей 120-герцовой Dynamic AMOLED 2X матрицей и разрешением 2960 на 1848 пикселей, что позволяет добиться великолепного цветового охвата и плавности картинки. В паре с дисплеем четыре встроенных динамика дополняют картину великолепным звуком. А чтобы продлить удовольствие от просмотра видео, в планшете установлен емкий аккумулятор на 11200 мАч. Выглядит этот планшет и впрямь впечатляюще, ведь помимо огромного экрана устройство может похвастаться тонкими рамками и толщиной стильного металлического корпуса всего в 5,5 мм. Из минусов этого девайса можно отметить большие габариты и челку, в которой расположены две камеры. Многих людей она раздражает, поскольку иногда перекрывает контент. На планшете установлено две передних камеры по 12 мегапикселей каждая, одна из которых умеет снимать с широким углом обзора в 120 градусов. На задней стороне устройства также расположены две камеры. Одна обычная на 13 мегапикселей, одна ультраширокая на 8 мегапикселей. Качество камер среднее, цена на предложенный мной планшет составляет около 117 тысяч рублей. Речь идет о версии с поддержкой мобильного интернета, ведь модель Бизона и не то чтобы сильно дешевле. Хочешь быть в курсе о самых интересных технических новинках, подписывайся на канал Техноарена. А если у тебя во время просмотра видео появились вопросы, задавай их в комментариях. И не поскупись на лайк. Samsung Galaxy Tab A9 Бюджетное устройство, но оно не выглядит таким. Корпус планшета практически полностью сделан из металла, что добавляет устройству солидности. И выглядит он весьма неплохо, хотя это самый недорогой из актуальных планшетов Samsung. Но несмотря на его внешний вид, это все-таки недорогое устройство. От этого скромный дисплей 8,7 дюйма с разрешением 1340 на 800, выполненный по технологии TFT с частотой 60 Гц. На устройстве, конечно, можно смотреть фото и видео, хотя качество далеко от идеала. Но это нужно понимать, покупая бюджетное устройство. Также у устройства нет никакой влагозащиты, быстрой зарядки тоже нет. Но и батарея здесь всего 5100 мАч, зато есть миниджек 3,5 мм. А вот технические характеристики у i9 неплохи. И позволяют планшету справляться с повседневной загрузкой и даже запускать какие-никакие игры. Устройство может похвастаться относительно неплохим процессором Mediatek Helio G99 и графическим ускорителем Mali-G57MC2. Также в комплектации нашего устройства 4 гигабайта оперативной памяти и накопитель на 64 гигабайта. На планшете установлен свежий Android 13. Про камеры здесь особо говорить не стоит. Это передняя на 2 мегапикселя и задняя на 8 мегапикселей. Качества камер хватает только на то, чтобы различать объекты. На большее они не претендуют. В целом, A9 довольно неплохой компактный планшет начального уровня, который не разочарует нетребовательных владельцев. Тем более, что стоит он менее 14 тысяч рублей. Переходим к середине рейтинга в лице Galaxy Tab S9 FE. Девайс обладает экраном размером 10,9 дюйма и разрешением 2304 на 1440. Тип матрицы тут слабее, чем у топовых решений, это IPS 90 Гц. Динамика в планшете всего 2. Начинкой S9 FE является процессор Exynos 1380 графикой Mali-G68 MP5, 6 гигабайт оперативной памяти и 128 гигабайт внутренний накопитель. Также память может быть расширена за счет карты памяти microSD. Производительность устройства средняя, но ее вполне хватает для комфортного использования планшета. А вот с требовательными играми уже могут возникать сложности. Но все же в большинстве тайтлов пойдет без проблем. К планшету можно подключить клавиатуру и стилус S-Pen, который идет в комплекте, что приятно. Камеры тут две, задняя на 8 мегапикселей, передняя на 12 мегапикселей. И это в принципе все, что нужно о них знать, они есть. В целом устройство весьма неплохое, оно обеспечивает достойный уровень производительности, которого хватит большинству пользователей. Также стоит напомнить, что это пусть и не топовое, но современное решение из актуальной линейки. Поэтому здесь стоит актуальная операционка Android 13. Стоимость устройства на момент записи видео 36 тысяч рублей. Если тебе нужны большие размеры и мобильный интернет, но малая цена, то твой выбор это S9 FE Plus 5G. В плане железа он не сильно различается с моделью без плюса в названии, но предлагает экран с диагональю уже 12,4 дюймов. Правда, тот же IPS и те же 90 Гц. Но и аккумулятор чуть прокачали, правда, автономность не изменилась. Цена планшета 52 тысячи рублей. Если тебе нужны большие размеры, но ты не готов платить 120К за ультру, то присмотрись к S9 Plus. За 79 тысяч рублей ты получаешь, опять же, 12,4 дюймовый экран, но уже AMOLED и 120 Гц, процессор Snapdragon 8 Gen 2, стилус S Pen и очень хорошую автономность. По части габаритов это уже не ноутбук с оторванной клавиатурой, а чуть более компактное устройство, соответственно, его проще умещать в сумку или портфель. Например, для работы или учебы. Я рекомендую именно 5G-версию из-за небольшой разницы в цене. Ну и последний на очереди Galaxy Tapay 9 Plus. Это недорогой 11-дюймовый планшет с разрешением 1920х1200 пикселей и простой TFT-матрицей, которая, кстати, работает с частотой обновления экрана 90 Гц. Планшет неплохо выглядит, корпус выполнен из металла и его вполне можно спутать с топовым разрешением. У устройства есть две камеры, 8 Мп задняя камера и 5 Мп передняя. Качество для такого устройства неплохое. В планшете установлен процессор Snapdragon 695, графический ускоритель Adreno 619, 8 ГБ оперативной памяти и накопитель на 128 ГБ. Благодаря такой начинке A9 Plus обладает хорошей производительностью для бюджетного уровня и в целом устройство не вызывает каких-то нареканий при работе с ним. Стоимость A9 Plus составляет около 17 тысяч рублей. Вот и весь ТОП-7. Напоминаю, что ссылки на все планшеты ты можешь найти в описании вместе со скидочным промокодом. Оставь свое мнение об этом ТОПе в комментариях и поставь лайк, если тебе понравилось видео. Также не забывай подписываться на канал Техноарена, чтобы не пропустить новые видео. Спасибо за просмотр!